Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самараги. Всех приветствую, всем желаю хорошего настроения, хорошей погоды, прохладного помещения, где бы вы ни находились. Ну и, конечно же, наш главный совет – пейте больше воды и поменьше времени проводите на солнце. Коль вы уже сейчас оказались около телевизора, то милости просим в наш эфир, в наш прямой эфир. Телефон 202-11-22. Звоните нам, потому что сегодня у нас очень интересные гости и не менее интересные вопросы на розыгрыш. Будем в ближайшее время разыгрывать сертификат в салон красоты, а также на посещение такого удивительного и очень популярного сейчас занятия, как прохождение квеста. Что это, об этом расскажу чуть позже. Пока же обозначу нашу первую тему. Мы говорим сегодня в первой части нашей программы про шахматы. И прямо сейчас буду представлять вам наших гостей. Итак, с нами здесь руководитель шахматного клуба СГАУ, член комиссии по связям с общественностью и со СМИ Федерации шахмат Самарской области Николай Портнов. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Алексей Ковалев, студент СГАУ. Здравствуйте. Майо Байо – это студент СГАУ тоже. Здравствуйте. Здравствуйте. И Григорий Боголебов, школьник, учащийся. Здравствуйте. Ну что, у нас тут шахматы, если вы сейчас заметить сможете в кадре. И ребята у нас начнут играть, в принципе, чтобы, как говорится, занять руки и проявить какие-то, может быть, свои способности. Я так понимаю, белые начинают, да, Николай? Да, белые начинают. И в первых же строках хочу поведать о интересном мероприятии, которое нас ждет. Давай, рассказывай, Николай. Прежде всего, как член комиссии по своему сообщественности и со средствами массовой информации, хочу пригласить СМИ всех уровней на открытие мемориала Полугаевского. Это этап Кубка России по шахматам. Самара станет столицей, шахматной столицей России с 3 июля. Я приглашаю телевидение, газеты и интернет-издания на торжественное открытие мероприятия, которое пройдет 3 июля. Так, Гриша, съела я пешку. 3 июля пройдет в 15.00 по адресу Московское шоссе 125-Б. Вы не торопитесь, не торопитесь. У нас еще 15 минут, как минимум. Московское шоссе 125-Б в 15.00 3 июля. Приглашаю все СМИ. Так, Гриш, ну скажи мне, как ты давно вообще сам шахматами занимаешься? 6-7 лет. То есть сколько тебе сейчас? 13. Это практически полжизни уже, да? Да. Кто тебя привел, может быть, кто тебе показал? Дедушка. Дедушка? Тебе понравилось сначала? Да, конечно. То есть я вот, например, помню свои опыты с шахматами. Папа выставлял доску. Я, конечно же, как девочка, всегда выбирала играть белыми и очень обижалась, когда мне не удавалось это сделать. Я научилась в свое время представлять только фигуры. Играть у меня терпения не хватило. Ты усидчивая в этом отношении? Да. Дедушку сейчас можешь уже переиграть? Да, сейчас да. Сейчас да, а раньше? Нет. Нет. А ты, я так понимаю, дополнительно еще где-то занимаешься шахматами? Я много где занимаюсь шахматами. Рассказывай. Ну, занятия по скайпу, с тренерами из других городов, в школе, в клубах города Самары. Ну, и, в общем, все. Это будущее, я так понимаю, шахматная надежда, Коль? Да? Судающее. Друзья, но у меня есть для вас вопрос, который, я думаю, оставит для вас хороший подарок. Мы сегодня разыгрываем сертификат на квест-игру. Дело номер от Quest Time. И вопрос мой отчасти тоже связан с шахматами. В каком литературном произведении была упомянута система Каспаро-Карпова задолго до того, как миру стали известны эти имена фамилии Каспаров и Карпов? Если знаете, звоните 202-11-22. Могу подсказать, в каком фантастическом литературном произведении. Звоните, будем ждать ваших звонков. Алексей, есть ли вот чешется рука потянуться сейчас к доске, да? Ну, я лучше посмотрю, как они играют. Расскажи, как ты пришел вот именно к занятиям шахматами. Ну, я занимался шахматами в детстве, наверное, лет 5-6 в школе. Потом так получилось, что мы переехали, и ездить на тренировки мне стало далеко. И я бросил им. Занялся другим видом спорта. Вот сейчас, как поступил в аэрокосмический университет, благодаря Николаю, я снова начал заниматься шахматами. Что здесь происходит? Они же там делают, творят Николая. Теория, теория. Теория. Но вообще, сложно ли, например, вот, если вы разные по возрасту, играть в шахматы? Или тут у шахмат нет возраста какого-то определенного? Вот как раз шахматы объединяют людей. Нету границ по возрастам, нациям, национальностям, расам. Там шахматы объединяют людей. И вот 9 мая у нас, например, был международный турнир в аэрокосмическом университете. Да. Играли, да, вот против нацизма, расизма. Как раз 9 мая, день Великой Победы. Играли студенты и иностранцы. А мы сейчас спросим у Майя. Майя, ты как давно шахматами увлекаешься? Ну, если честно говорю, я сам не играю в шахматы, у меня терпения всегда не хватает. У меня тоже терпения не хватает. Не хватает. Но на самом деле я организатор мероприятий в Самаре, то есть обычно спортивных мероприятий в области Самары. И недавно, 9 мая у нас был День Победы, как вы уже знаете. А для нас это спортивный турнир. Ну, мы считаем, что это тоже День Победы для нас. Ну, ты хоть знаешь, как называются фигуры? Ну, фигуры, ну, конечно, знаю, как называются фигуры, но просто не играю. Просто. Так, надо приучать, приобщать. А вот, кстати, насчет турнира, международного турнира, он проходил у вас именно 9 мая? 9 мая, да. 9 мая, международный турнир. Давайте посмотрим фотографии с этого мероприятия. Николай, кто принимал участие? Принимали участие студенты из Колумбии, Бангладеш, Мадагаскара, Намибии, России, естественно. Короче, 10 стран принимают участие на этом турнире. Некоторые на русском языке, некоторые на русском. Интересно, что спорт объединяет нас, некоторые на шахматы, некоторые на футбол играют. Да. То есть, в первый год, когда мы начинаем этот турнир, мы же начинаем только футбол, да? То есть, между странами. А потом думаю, почему не добавить, ну, какой-то другой спорт, да? Думаю, вот шахматы, добавить шахматы. Вот. И это стало еще бесцелее, и стало еще интересно. Николай, скажи мне, как специалист, есть ли какие-то различия в правилах игры шахматы в разных странах? Или все-таки это единая какая-то есть свод правил, единая, что-то такое? Есть международная у нас федерация шахмат, Кирсан Алимжинов ее возглавляет, Кирсан Николаевич. И правила едины для всех. Почитается международный рейтинг, который единый для всех. И в международном турнире представители разных стран могут играть между собой. И вот этот рейтинг обсчитывается по результатам. Друзья, телефон прямого эфира 202-11-22. Звоните, рассказывайте нам, любите ли вы играть в шахматы. И, собственно, наверное, можно пригласить, да, всех. Будет ли какая-то, я не знаю, игра для тех, кто не профессионал, именно вот в рамках вашего турнира? На открытии можно, конечно, всех пригласить. Это торжественное открытие, будет у нас торжественная программа в 15.00, как я уже говорил, 3 июля. А где будет проходить? Расходит центр спорта Ладья, Московское шоссе, 125-Б. То есть там, в принципе, соберутся все те, кто может похвастаться выдающимися умственными способностями? Очень сильный состав и по географии от Салихарда до Симферополя. То есть Россия, в частности Самара, принимает всех этих гостей? Да, Самара принимает всех гостей. Самару представляют международные мастера Алексей Макшанов, это чемпион Приворского федерального округа. Алексей Славин, Анатолий Сидоров и другие известные в регионе шахматисты. Ну а «Десант» самый внушительный из Петербурга будет. Питерский шахматный клуб. Там, значит, приедет Алексей Гаганов, который уже побеждал в Самаре в мемориале по Лугаевскому. Также будет юный гроссмейстер 97-го года рождения, которому получается сколько лет? 18 в этом году. Он чемпион мира среди сверстников. Вот это да. Такой представительный у нас состав. С ума сойти, друзья. Ну так давайте мы сейчас ждем ваши звонки. 202-11-22. У нас продолжается сейчас схватка умов. Николай против Григория. И кто, собственно, сейчас у нас пока ведет? Пока никто. Пока ничья. Ничья. По пешечке, значит, они утащили друг у друга. И все, и сидят, переставляют. Ну так давайте. У нас еще время есть. Какой-то страшный ход сделал Николай рукой, резкие движения. Я знаю, мне кажется, комментировать надо шахматы, чтобы, может быть, как-то больше еще народу к этому зрелищному виду спорта привлечь. Григорий, не стесняйся сидеть. Куда тянется рука, туда и тянись. 202-11-22. Телефон прямого эфира. В каком же фантастическом произведении? Могу, может быть, подсказать, еще, в принципе, одна подсказка была, что это фантастическое произведение. Это авторы, которые писали в 20 веке. И, собственно, фамилии их известны. Это два брата. Больше, я думаю, подсказок не будет. В каком же произведении была упомянута система Каспара-Карпова до того, задолго до того, как миру стали известны фамилии Карпов и Каспаров. Звоните. 202-11-22. Знаю, что вы еще на улице, праздник улиц проводите. Что за мероприятие такое? У нас есть фотографии. Давайте посмотрим, а ты расскажешь. Да. Вообще, шахматы можно играть не только в помещении, но и на открытом воздухе. Особенно, когда такая прелестная погода, как у нас установилась в мае. И как раз международный турнир 9 мая у нас проводился. Ну, вот эти фотографии вот у нас с праздника улицы Лукачева. Это студенческий городок Аэрокосмического университета. Вот призеры наши. Шестого в культе это программирование с пятого. Это больше все-таки мужской, да, такой вид спорта? Ну, вообще, да, мужчин большим. Вот, значит, у нас сотрудники играли. И как раз вы видите, что несколько возрастов. Вот эмоции удавалось схватить меня как фотографу. Эмоции и движения. Эмоции, боже мой, что же делать, да? Да, вот наш студенческий городок. Вот за сотрудника председателя правкома Валерий Сын. То есть, в принципе, целыми семьями приходили, да, на такое событие? Да, это праздник улицы Лукачева, это весьма интересное событие. Это самый главный праздник для Аэрокосмического университета. Гриш, тебе приходилось с девочками встречаться? Конечно. Расскажи, как они думают. Они ведь думают по-другому. Или так же, как и вы? Ну, они больше считают, нежели позиционно думают. Ну, а ты вот как считаешь, девчонки сильные соперницы? Ну, кто-то да, кто-то нет. Ну, тебе удавалось проиграть девочке? Да, было так. А выиграть у девочки? Тоже. Ну, и скажи, как вот ощущения, когда ты проигрываешь девчонке? Пусть даже в шахматах, не важно. Ну, есть достойные девочки, которые чемпионки России, чемпионки поливорско-федерального округа, им не обидно. А вот, например, если кому-то не таким проиграть, то это очень обидно. Ну, они все ботанички, скажи. Нет, вообще нет. Хорошенькие, да? Да. Отлично. Скажи, тебе в учебе помогают шахматы? Да, конечно. Ну, а чем они тебе помогают? У тебя по математике какие оценки? Чистая пятерка. Чистой пятерки. Леш, Май, у вас как получается? Тоже с точными науками нет? Ну, да, с точными науками как-то полегче больше идет. Не знаю, может быть, это за шахматы, может быть, нет, не могу точно сказать. Но, возможно, думаю, они дали свои плоды, заложенные вот в детстве. Здорово. Май, ну, какими еще видами спорта ты увлекаешься? Ну, я сам играю в футбол. Футбол? Я играю в футбол, да. И как часто у вас организовываются какие-то мероприятия? Что будет, может быть, в ближайшее время? То есть у нас скоро, может быть, где-то в августе, в середине августа будет еще международный турнир, то есть между иностранцами в Самаре еще опять. То есть два раза уже сейчас. У нас, ну, другой спонсор из-за этого второй раз будет в этом году тоже. И сколько народ обычно собирается? О, много народов. У вас команда чемпионат получается? Это, вообще, это чемпионат мира, на самом деле. Да, можно так называть чемпионат мира. То есть на прошлом, то есть недавно у нас, ну, около, если я не ошибаюсь, 140 человек. Ну, действительно. Там все страны принимают участие, действительно. Чемпионат мира. Это здорово. Нам, Ганн, Нигерия, все. Все-все-все. Да. Здорово. А девочки играют у вас в футбол? Да, точно, девушка тоже играет. Одна? Не одна, где-то 10 играет. Девчонки. Две команды. Две команды, они играют в футбол. Здорово. Коль, ну вот раз ты еще являешься руководителем шахматного клуба «СГАУ», как давно он существует вообще? Мне кажется, очень давно, наверное, история. Вот это интересная история. Ну, конечно, сильные шматисты поступали в училище «СГАУ» всегда. Но вот если говорить о шахматном клубе «СГАУ» в нынешнем виде, он создан в 2010 году. И вот еще есть, чтобы расслабились немножко гости эфира, такой смешной, интересный, веселый каламбур. А никто. Расскажу. Да. Вот студенты знают, а вот вопрос Юлии Черняевой и Гриши Боголепову. Вы знаете фамилию ректора Аликосмического университета? Угу. Гриша, без вариантов, да? Нет. Юлия? Отвечает Александр Друсь. Отвечает Николай Портнов. Евгений Владимирович Шахматов. Шахматов. Так. Представляете, какой интересный каламбур, какое совпадение. И как раз он избран ректором в 2010 году, и клуб создан в 2010 году. То есть Евгений Владимирович Шахматов, можно сказать, наш покровитель. А я, у меня свой ответ, Николай. В 2003 году появился тоже весьма интересный вид спорта под названием шах-бокс. Гибрид шахмат и бокса. Возьмите себе на заметку, друзья мои. Спортсмены выясняют отношения действительно попеременно в 11 раундах, нечетные за шахматным столом, четные на ринге. И побеждает тот, кто либо добился нокаута в боксерском раунде, либо поставил мат в партии. Бойцы, как и в боксе, разделяются по весовым категориям. Международная ассоциация регулярно проводит отборочные турниры и бои на звание чемпиона мира. Так что, может быть, шах-бокс или фут шахматный какие-нибудь. Есть еще одно двоеборье. Вот фотографии тоже есть с фестиваля прессы. Да, давайте посмотрим фестиваль прессы, пожалуйста. Вот фестиваль прессы. Здесь гроссмейстер Скачков, Павел Скачков, из Столясин, дает сеанс. Участникам общая, это матч между командами средств массовой информации. Вот я за первой доской против ветеранов МВД. Между командами средств массовой информации и полиции. Вот такой интересный у нас проходил 30 мая турнир. И тоже было двоеборье. Один из участников вызвал меня на дуэль в армрестлинг. Вот это да. То есть не получилось у него в шахматах, давай на кулачках побоишь. Да, но он попал в больницу с переломом руки. Я уже даже не знаю. Вот студенты с ГАУ принимают участие. Как раз у нас Владислав Каневский, шестой факультет. Вот за моей игрой наблюдают. Ну, конечно, это группа поддержки такая, Коля. Ну, первая доска всегда привлекает внимание. И были у нас высокие гости. Показывали здесь уже нет? Я, если честно, даже так вовлечена сейчас тем, что происходит. Генерал Солодовников. Вот они все, генерал Солодовников, депутат Серпер, Фетисов. Вот у нас Александр Фетисов. Да, все посетили вашу площадку, собственно, с ней. За Кавригиным, который держит кубок, стоит еще Фурсов, сити-менеджер. Ну здорово. Ирина Светкова, председатель союза журналистов. Так, ну что у нас происходит сейчас на шахматной доске? Алексей, давай комментарий от тебя. Очень напряженная игра. Очень напряженная игра. Ну, мне кажется, соперники идут равны. Да, они взяли, говорю, по пешечке. Некоторые пространства, преимущества пространства и у белых. Гриша, можно это признать. Да. И скорее планы некоторые на королевском фланге у белых. А Гриша, вот особенно ходом АБ8, что-то задумал на ферзевом фланге. Лучший комментатор это Сергей Шипов. Когда проводился чемпионат, какие-то большие чемпионаты. Вот чемпионат мира среди женщин проводился. Сергей Шипов очень здорово комментирует. Чемпионат мира среди женщин. Если бы я приняла участие в нем, я бы, наверное, после какого-то там входа сказала, ой, все, встала бы и пошла. Ну что, друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Неужели вы не догадались, в каком же фантастическом литературном произведении, автором которого являются братья. Я думаю, что братьев-то у нас фантастов не так много. Я жду вашего звонка. 202-11-22, буквально еще некоторое время. Николай нам сейчас обозначит время, дату и, собственно, пригласит всех вас на мероприятие, которое состоится уже совсем скоро. Да, еще раз приглашаю все средства массовой информации. Телевидение, газеты, интернет-издания на открытие, торжественное открытие мемориала Кубка, мемориала Паугаевского, это этап Кубка России по шахматам среди мужчин, состоится это 3 июля в пятницу в 15.00 в городском центре спорта Ладья по адресу Московское шоссе 125-Б. Ну что, друзья, нет у нас ответа, а, видимо, вопрос очень сложный. Переносятся эти пригласительные на квест. Следующий эфир я же расскажу, что в повести братьев Стругацких полдень 21 века упоминается система Каспара-Карпова, метод, который использовали для снятия копии мозга и построения его математической модели. Причем повесть была опубликована в 1962 году. Анатолию Карпову тогда было всего лишь 11 лет, а Гарри Каспаров еще не родился. Вот такое совпадение. Праздник шоколада во второй части нашей программы. Когда и где пройдет он, узнаем уже совсем скоро. Не переключайтесь. В Самаре, ну, я считаю, да, это достаточно такой крупный город и достаточно ярко провести отпуск можно. В основном это за счет Волги, потому что это такая большая река, на нем можно там и скутер покататься, и что-то еще, и поплавать. Ну, также создаются множество таких фирм в нашем городе, которые именно этим и занимаются насчет отпуска. Дело в том, что просто я не работаю, поэтому для меня слово отпуска как такового не существует. Поэтому не могу ответить на этот вопрос. На самом деле это все зависит от компании, я считаю. Я, конечно, не была ни разу в городе все три месяца. Но, пожалуй, мне кажется, нет. У нас нет достойного такого времяпровождения для взрослых людей. В Самаре можно. Есть места хорошие, я считаю, за Волгой. За Волгой можно там очень хорошо отдохнуть. И природа хорошая. Вот, на Волгу выходите, отличный отдых. Конечно, можно отдохнуть. Да, конечно, у нас прекрасные места, не только набережная. Вот, сейчас вот шли, буквально только об этом вспоминали. Мы каждый год ездим на Васильевские острова с друзьями, на рыбалку. Отдых шикарный, там вообще природа изумительная просто. Ну, и Самарская у Лука и так далее. У нас очень много прекрасных мест, ездить не обязательно никуда. Ну, я считаю, лучше в Самаре отдыхать в родном городе. Хоть на набережной, хоть где. По старому городу пройтись тоже неплохо. У нас очень много красивых мест вообще. Наша Самарская область, мне кажется, вообще и Волга, на Волге очень красиво. И леса, и турбазы, и санатория. Да, я считаю, что необязательно выезжать куда-то, можно отдохнуть здесь. Познакомимся, а почему нет? Если люди интересны, действительно. Познакомимся. Ну, скорее да, чем нет, потому что это как бы, как у Паланика, люди однодневки. С ними можно поговорить, в принципе, ни о чем, и ничего не скрывая. Потому что ты их видишь, они раз в жизни, и все, а потом ты их никогда не увидишь. Ну, нет, потому что опасно. Ну, иногда, да, в путешествиях почему бы и нет. Все-таки, как правило, в дороге, если находишься долго, то интересно с кем-то пообщаться. Иногда только. Ну, не знаю, наверное, еще пока маленькая, с незнакомцами здороваться. Ну, наверное, не знакомлюсь, как-то все-таки страшно, что за люди, не знаю. Знакомлюсь, чтобы интереснее проводить время, общаться с людьми, не сидеть, как бы не скучать одному. А не было такого, что знакомство дальше продолжилось? Пока не было такого. Вообще стараюсь, нет. Могу так общаться, знакомиться, как правило, не считая нужным. Ну, так просто, чисто общение. Конечно, знакомлюсь, потому что, во-первых, новое знакомство, новый контакт, очень интересно. Познакомиться с новыми людьми, значит, что-то новое. И там, может, скучно. Знакомлюсь. Это просто общение, я считаю. И все. Мне нравится общаться с людьми. Продолжается прямой эфир программы «Универсальный формат». И телефон, напомню, для связи 202-11-22. Звоните нам, задавайте свои вопросы и получайте, я надеюсь, удовольствие массовое, потому что сейчас мы будем рассказывать про праздник шоколада. В нашей студии владелица шоколады «Вкус жизни», организатор праздника «Шоколада» Екатерина Бонарцева. Здравствуйте, Катя. И Аношенкова Марина, кондитер, организатор праздника «Шоколада». Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я вот начну с того, что расскажу, что множество мифов, естественно, связанных с шоколадом. Так вот, ученые Калифорнийского университета недавно официально эти мифы опровергли. Так вот, выяснилось, что употребление шоколада не поднимает уровень плохого холестерина, а даже его понижает. От шоколада не возникает, угревает болезнь. Из-за того, что содержатся в шоколаде антибактериальные вещества, какао, бобы их содержат, я думаю, Катя подтвердит, шоколад не так опасен для развития кариеса относительно других сладостей. Ну, в общем, шоколад просто вкусный. Если вы есть в небольших количествах, я думаю, радость обеспечена. Ну, так, я так понимаю, шоколад и сладости вы едите часто много. И я уж не знаю, для чего вы решили организовать и для кого праздник шоколада. Мы, чтобы другие могли поесть, часто много решили организовать праздник шоколада. На самом деле, про шоколад есть гораздо больше мифов, чем ты озвучила сейчас. Очень много. С шоколадом далеко не все умеют работать и вообще знают, что с ним делать, кроме того, что купить плитку шоколадки в магазине и ее съесть. И в том числе этот праздник проводится для тех, кто хочет научиться что-то делать. Потому что на праздники будет много мастер-классов для взрослых, которые будут проводить профессиональные кондитеры. Надеюсь, они все будут связаны с шоколадом. Они все будут связаны с шоколадом. Кроме одного, там будет по сладкой пицце, ну, так вот, со сладостью просто. И будет много мастер-классов для детей, тоже кулинарных в том числе. То есть будут творческие мастер-классы, будут кулинарные мастер-классы, чтобы дети могли научиться тоже что-то готовить. Причем достаточно простые, то есть то, что можно потом приготовить дома. Более сложные будут готовить профессионалы на большой сцене. Вот Марина будет готовить в том числе кондитер-технолог. Соответственно, уж для чего полезен, для чего вреден шоколад, точно можно у нее спрашивать. Марин, ну вопрос. Вот часто можно услышать такую фразу, я не знаю, сталкивались ли вы в этом в своей жизни. Шоколад уже не тот. И по вкусу в том числе. Ну, возможно, те плитки, которые мы видим в магазинах, может быть и не тот. Но мы сейчас говорим о профессиональном шоколаде, в том числе бельгийском и французском шоколаде. Как бы по работе я связана с шоколадом и часто с ним работаю. Он немного другой. То есть шоколад вообще на самом деле делится, профессиональный шоколад на две части. Это кувертеры и шоколад, простой шоколад. Кувертеры – это шоколады с определенным количеством какао-масла. По нынешним ГОСТам у нас гастируется сейчас только содержание какао-массы. Это какао-порошок и какао-масло вместе. А у французов есть такое понятие, как кувертер. Это шоколады разные совершенно. Когда мы начинали жить с моим мужем, он говорит, да ладно, шоколадка из магазина замечательная вообще. И когда он попробовал оригин, это шоколады, которые все разные, то есть собраны в определенной стране. И один кисловатый, другой горьковатый, третий фруктовый, насыщенный вкус. Это вообще разные шоколады. Я люблю шоколад и могу о нем говорить очень долго. Ой, аж как действительно сейчас захотелось чего-нибудь такого вкусненького съесть. Что за мастер-класс вы будете показывать? Я буду делать кекс с белыми шоколадными кусочками. То есть это будет вкусный кекс. В прошлом году я делала брауни, насыщенный шоколадный. В этот раз я делаю мастер-класс для блондинок. То есть беленький ореховый вкусный кекс. И будем варить горячий шоколад с красными фруктами. А как же вот горячий шоколад в такую жару? Не вреден ли он? Ой, горячий шоколад, он всегда вкусен. Он всегда полезен. Да, на самом деле, жарко-нежарко, но все равно хочется чего-то сладкого. И если хочется чего-то сладкого, уж лучше съесть вкусный шоколад. Некоторые, кстати, хранят шоколад в холодильнике. Что вы скажете против этого? Если они собираются его быстро съесть, то, в общем-то, ничего страшного. Вообще нельзя хранить шоколад. А вот что делать? Ну, тает вот, что делать? Быстро есть. Быстро есть. Не храните шоколад. Не храните шоколад. Друзья, ну вы сейчас увидите, на самом деле, как весело было в прошлом году. Пока же я хочу вам задать сладкий вкусный вопрос. Разыгрываем мы пригласительный, точнее сертификат на посещение салона красоты Старикоза. Да, я думаю, сейчас об этом многие девушки мечтают, что-то сделать красивое с собой. Почему нет? И вопрос мой очень простой. Назовите автора эмблемы Чупа-Чупса. Это очень известный человек. Если знаете, звоните 202-11-22. Фотографии, пожалуйста, с праздника шоколада сейчас мы для вас покажем. Было в прошлом году вкусно, шумно и многолюдно. Верно все? Да, в этом году предполагается еще более вкусно, еще более шумно. Потому что в прошлом году чуть-чуть у нас было поменьше помещения. В этом году мы не так ограничены. И будет больше и мастер-классов, и каких-то других анимаций, развлечений. Конкурсы проводились с призами, с разными. Для детей много разных мастер-классов отдельных. То есть и кулинарные будут, и творческие в том числе в этом году, и по дереву будут резать. Вот это химические опыты, например, ставили. Тоже в этом году будет обязательно. И рисовать. Надеюсь, химические опыты над шоколадом тоже? Но в основном над детьми. Химические опыты над детьми, это... На самом деле это все очень весело, красиво и интересно. И детям безумно нравится. Так же, как, допустим, шоу мыльных пузырей. Прям с удовольствием. Было безумное количество детей. То есть им было весело и классно. Я немножко им завидовала, на самом деле. Приходилось брауни лепить, да? Приходилось работать. Нет, я организовала так, что дети сами отсаживали брауни, а я только наблюдала. Пряники, дегустации всякие разные, поесть шоколада, мармелада. Мастер-классы по изготовлению, да, сладости тоже будут? Да, и по изготовлению можно будет, там будет много дегустационных зон, то есть можно будет попробовать какие-то вещи. Много видов шоколада. Но надо запасаться энергией. Так, с скольки начинается ваш праздник и как долго он продлится? Праздник будет 11 июля. Это Международный день шоколада. И просто так выбрали. Да, мы стараемся праздновать именно в эту дату, несмотря на то, что это середина лета, жара и так далее. И праздник будет с 12 часов и до 8 часов вечера. При этом будет, ну так же как в прошлом году, будет и детская часть, и взрослая часть. То есть до 5 часов вечера будет детская анимация в основном и разные кулинарные мастер-классы. Потом будет конкурс тортов. Вот Марина как раз судья, одна из судей на этом конкурсе. Так, так, так. То есть на этот конкурс могут любые, любой человек, который дома печет какую-то интересную выпечку, он может сделать торт в соответствии с требованиями этого конкурса, предоставить его на судейское жюри. И получить один из, как минимум, трех призов. На самом деле там даже все, так, по секрету скажу, все получат призы, но у кого-то будут прям большие призы, да. Да, кстати, о конкурсе тортов, я думаю, мы сейчас поговорим более подробно. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно. Скажите, вы сладкоежка? Да, к сожалению. Ну, нет, надо говорить счастью. Валентина, скажите, пожалуйста, что самое любимое из сладости у вас? Шоколад. Это ожидаемо. Я думала, сейчас в жару многие любят какие-нибудь холодные смузи или мороженое, но шоколад вне конкуренции. Мой же вопрос задан вам. Кто же автор эмблемы Чупа-Чупса? Ну, я думаю, Сальвадор Дали. Да, это действительно так. Сальвадор Дали приложил руку к созданию всем известного леденца. Большое спасибо, приходите. Забирайте свой приз. Это сертификат на стрижку и укладку в салон красоты стрекоза. Вам не сказано, повезло. Ну, а мы возвращаемся к празднику шоколадок, который пройдет 11 июля. Конкурс тортов. Если нас сейчас смотрят хозяюшки, а у нас таких очень много, что, может быть, они могут уже сейчас узнать у вас полезного? И, может быть, какие-то точки регламента конкурса вы им скажете? А все подробности они будут искать уже у вас на сайтах и так далее. На самом деле регламент у конкурса достаточно простой. Допускается участие всех желающих испечься. Даже если их будет 300? Даже если их будет 300. У нас первый год было 20 участников, второй год было 12, потому что было поменьше. Это была пятница и помещение было не очень большое. В этот раз в субботу мы ожидаем, что будет участников больше. Единственное, самое главное требование, что человек не должен работать профессионально кондитером. То есть он не должен работать в кафе, ресторане или каком-то официальном заведении. А если работал, например? На данный момент это уже не важно. У нас в конкурсе принимают участие многие кондитеры, которые пекут на заказ. Они не работают на производстве на каком-то официальном, но при этом пекут на заказ на дому. Это вполне допускается. И это абсолютно не является гарантией, что человек победит. В прошлом году выиграла очень талантливая девушка, которая не пекет на заказ, а просто кондитер-любитель. Которая пекет мужу, наверное. Нет, а кстати, после этого она в том числе прошла обучение и сейчас какое-то количество делает на заказ. Ого, то есть судьба людей меняется фактически. Ну я уж не знаю, это помню. А самые популярные начинки для торта, Марина, это вот что? Шоколадные муссы были в прошлом году. Такой рейтинг мы составляем. Да, шоколадные муссы, их было достаточно много, 3-4 торта именно с темным шоколадным муссом. Были шоколадные фруктовые прослойки. Ну и я хочу увидеть что-нибудь интересное. Ну да, самый главный критерий, что там должен быть шоколад, а дальше... А, то есть шоколад должен. Должен, обязательно. Даже если будет просто долька сверху считается? Ну, с допущением сильным очень. На самом деле у нас первый год был кекс. Мы вот с тех пор немножко изменили требования, то есть это все-таки должен быть торт. Но одно из... Ну вот первых мест чуть не получил кекс. Кекс тыквенный, тыквенно-шоколадный, очень вкусный. И, к сожалению, не дали приза только потому, что это был не торт, потому что там у тортов было шикарное оформление. Дегустируется ли? Дегустируется, дегустируется. Вы посмотрите на меня, разве я его упущу какой-нибудь кусочек? Нет, я... Это понятно, что жюри что-то там ухватит, а обычные... Обязательно. Обязательно. Действуется все же просто. Народное жюри будет. Сначала... Народное жюри мы посмотрим, сможем ли мы это в этом году организовать, в зависимости от того, сколько будет тортов предоставлено. Но после того, как жюри снимет пробу и уходит выбирать победителя, да, то есть совещаться, потому что... Нет, доедать мы не будем. Жюри, да, несколько человек, они уходят совещаться, после этого все эти тортики разрезаются и раздаются гостям. Так что всем удастся попробовать. То есть, если что, вдруг смели за одну минуту на подносе какого-нибудь торта, можно уже смело давать какой-нибудь приз. Мы обычно делаем по-другому. Мы обычно берем тарелки от каждого кусочка, от каждого торта по кусочку на этой тарелке, чтобы можно было попробовать все. Ну, это зависит, опять же, от количества тортов. И один из критериев, да, что этот торт, который принесут, он должен остаться для того, чтобы все могли его попробовать. Друзья, ну что, хочется вам напомнить, что мы говорим о празднике шоколада. Катя, приглашай всех-всех-всех. Камера напротив тебя, пожалуйста. Я приглашаю всех 11 июля к 12 часам. Праздник будет проходить в развлекательном центре Кинап на большой площадке. Там будет очень много всяких разных развлечений, дегустаций, конкурсов, призов. И после пяти часов вечера, после того самого конкурса тортов, у нас будет еще вечерняя программа с танцами, с дегустацией всяких интересных, тоже вкусных напитков. В общем, скучно, не будет ни взрослым, ни детям. Марина, не что добавить. Ну, я подтверждаю, и всех приглашаю принять участие в этом конкурсе. Вы попробуйте силы. В любом случае нужно, это необходимо. Я участвую во многих конкурсах, и для меня это очень важно было, для меня, чтобы меня оценили. И вам это будет интересно, я думаю. Спасибо большое. Вот так, мне кажется, можно заключительное слово сказать, что шоколада много не бывает. Приходите, участвуйте, заряжайтесь этими вкусностями. Ну, а мне для вас тоже есть информация очень полезная и нужная. Телеканал Самарагицы и газета Ва-Банк объявляют конкурс. Приз, путевка в круиз. Необходимо сделать фото на летнем отдыхе. Обязательно, чтобы на этой фотографии присутствовала газета Ва-Банк. Не важно, что вы с ней там будете делать. Может быть, у вас будет панамка, кепка. Может быть, вы просто где-то там на фоне Ниагарского водопада сфотографируетесь с газетой Ва-Банк. Присылайте эти фотографии в нашей группе ВКонтакте. Все подробности можно найти в газете Ва-Банк и также на сайте www.samaragis.ru. Проводите активно лето в городе. Играйте в шахматы, ешьте шоколад, участвуйте в конкурсе тортов. Поверьте, можно отдохнуть летом, даже не выезжая никуда. В нашем городе много чего интересного, а самое главное, вкусного происходит. Спасибо вам большое. Вам, друзья, хорошего дня. До встречи.